Всем привет, друзья! С вами Степастер. И сегодня у нас будет вопрос-ответ. Да, вот так вот сразу. Последнее видео такого формата выходило год назад, поэтому я думаю, что вопросы появились. Я очень боюсь, что они появятся у моего деканата, если я опоздаю на парню. Потому что мне на них скоро идти. Поэтому давайте скорее начинать. Смотрел аниме? Если да, то какие? Да, я смотрел аниме, и я смотрел Покуганов 3, наверное, или 4 сезона. Если вы вообще помните, что это такое, это типа вот эти вот игрушки, шарики, кидаешь там такой монстр. Я смотрел Бистарс, на русском это выдающиеся звери. Очень понравилось. Пебец. Жду второй сезон. Также я смотрел кино-аниме. Не знаю, как это называется. Смотрел Принцесса Мононоке, Унесенные Призраками, Ходячий замок, да? И совсем недавно посмотрел Мой сосед Тотара. Я не могу сказать, что я, допустим, против аниме, или обожаю его вообще. Мне скорее интереснее формат, вот рисунка, как это все нарисовано, снято. Мне интереснее именно сюжет, и атмосфера, которая есть в каком-то фильме. Например, сейчас я смотрю Академию Умбрелла. Думаю, кто-то из вас о ней слышал. И мне очень нравится. Как ты узнал, что ты индийская принцесса? Разве не понятно? По-моему, видно достаточно четко. Показывай свои прыщи. Есть ли еще идеи для новых фото? Да, очень много разных есть идей. По-моему, месяц назад я обещал новый косплей на ФНАФ. И я на ним сейчас работаю. У меня уже готово примерно 40%, ладно, материалов для самого костюма. Но, знаете, будет больше такой экспериментальный жанр. Не то, что сделать косплей чисто ради красивых фоток, а просто испытать какие-то мои возможности, насколько я могу делать косплей на разные вещи. И это будет формат для меня немножечко новый. Также я сейчас в процессе двух других косплеев. На один мне нужно еще найти немного реквизита и локацию. На второй мне нужно будет... А там дофига всего. Так просто скажу. Так что, да, идей много, но для их реализации нужно время. Расскажи, как у тебя начали появляться клиенты на фотосессии? Как шел к этому? В первый раз я провел фотосессию, когда мне на курсах по фотографии сказали, сделай фотосессию. Я такой, блин, кого фотографировать? Я позвал своего одноклассника. Мы пофотографировались в зале с лампой, с яблоком. Ну и после этого я начал иногда пытаться делать какие-то фотографии с самим собой. Когда люди увидели то, что я занимаюсь фотографией, сразу начали спрашивать. Привет, а сколько стоит? Сначала я снимал за бесплатно, я снимал Олесю Ашуркову. Да, по сути, просто друзей. Просто друзей снимал за, допустим, за шоколадку или просто, допустим, за то, что студию оплатят, например. Я пополнял свое портфолио, и ребята получали фотки. А первая прямо платная фотосессия у меня была через месяцев, наверное, 6 или 7 назад. Нет, месяцев 6 или 7 после того, как я начал учиться. И это тоже была моя, скажем так, знакомая, с которой я попросил 300 рублей за фотосессию. 300. Это мало. Мы фотографировали с ней около Ельцин-центра. Некоторые фото были очень, ну, странными, но некоторые были очень приятными. Хотя я потом, через пару месяцев, узнал, что ей не понравились эти фотографии. Но за 300 рублей я считаю достойно. Я сейчас очень жестко придерживаюсь принципа, либо ты что-то делаешь для человека от чистого сердца, то есть это твой друг, тебе самому хочется сделать ему приятно, либо ты за это просишь деньги. Принимаю бесплатные фотосессии, только если это мой супер близкий друг, либо если это супер интересный проект, какой-нибудь косплей, и мне будет просто интересно с ним поработать. В остальных же случаях я беру денежку. И я призываю вас сделать то же самое. Иначе, если ты работаешь, типа, только в одну сторону, то есть только отдаешь от себя, отдаешь, отдаешь, то, скорее всего, в тебе рано или поздно просто все закончится, и ты закончишься как человек. Следующий вопрос. Видение будущего твоего канала, мечты и идеи, связанные с ним? Каждый день раз по 10. Я проверяю количество подписчиков на своем канале. Я это делаю не просто потому, что там, вау, мне точно, мне очень нужно срочно, скорее бы там было 300 на 50. 1350. Хорошая есть метафора. Вот у меня вот здесь стоят цветы в стаканчике. Я каждый день проверяю, когда у них отрастут корешки, чтобы я смог их, допустим, посадить. И ты смотришь вот на процесс, не знаю, своей работы, то, что ты что-то выращиваешь, ты что-то делаешь для кого-то, или, опять же, для себя одновременно. Кстати, вот этот уже надо посадить. Каждый вот этот маленький вклад, это, знаете, как капелька воды вот в горшок, который заставляет общее дерево, цветок расти. И, в свою очередь, не только вы, допустим, делаете вклад в это, но и я. Прямо сейчас, например, я снимаю видео. И в моих планах сейчас только увеличивать количество подписчиков, стараться выпускать больше новых классных видео. Никаких сейчас грандиозных планов нет, потому что, а чего я могу еще желать, как бы, как говорится, снимай видео и получай фидбэк. Идеи-то у меня есть. То есть, я бы сейчас новый короткометражик поснимал. Надеюсь, в этом году выйдет хотя бы одна, а лучше даже две. Скучаешь по школе? И как тебе студенческая жизнь? Начну с того, что мне очень нравится в университете формат, в котором преподаватели общаются с, ну, собственно, студентами. Во-первых, к нам всем преподаватели обращаются со словом коллеги. Ну, потому что технически, да, то есть, я тоже, как бы, учусь на преподавателя, и поэтому мы, по факту, в каком-то роде действительно коллеги. И к тебе, получается, относятся не как в школе, то есть «Чего вы до 11 класс думаете, взрослые? А ничего, вот ЕГЭ сдадите, будете взрослые». Сдали и стали. По школе скучаю ли? Да, я скучаю. Блин, я со всеми друзьями встречался каждый день, но в школе есть один большой-большой минус. Там есть куча предметов, которые тебе никогда в жизни не сдадутся. Физика, химия, математика. Мне вот они вообще, блин, не нужны никому, ни капельки. А в вузе, где я сейчас учусь, идет программа только того, что мне необходимо будет для моей профессии. Хоть в вузе лечиться... Оговорка по Фрейду, пора лечиться. Хоть в вузе учиться и сложнее, в том плане то, что тебе нужно делать больше объем работы по конкретным предметам, но на предметах второстепенного значения тебя никто не докапывается. Сделал задание какое-нибудь легкое раз в недельку. Зачет. Однако, знаете что? Вот просто сейчас скажу секунду. Ведь стопудово у меня сейчас среди подписчиков много учеников. Я сейчас вот хоть убей не понимаю, зачем я парился за какие-то оценки. Вообще за любые. Я просто сейчас думаю, то что я поступил в вуз по результатам ЕГЭ. И кроме результатов ЕГЭ мне ничего не пригодилось. То есть была бы у меня по всем предметам тройка, да никому бы не сралось это, извините. Я бы все равно поступил точно таким же образом. Поэтому я вообще не понимаю, зачем в школе нужны оценки и зачем за них париться было. Короче, если вы сейчас учитесь, вы не парьтесь. Ладно. Скучаю я больше по своим друзьям. Будешь ли еще выпускать летсплей по Майнкрафту? А вообще, на самом деле, я вас просил под предыдущим видео по Майнкрафту прислать мне задание, чтобы я сделал следующий выпуск. А там задание было только одно. Хотите чего-то? Пишите. Женя Ткаченко мне прислал 11 вопросов. На все я, наверное, не смогу ответить. Но начнем. Кроме французского и английского, какой язык ты бы хотел выучить? Как я уже успел сказать, я сейчас учу латынь. На самом деле, мне кажется, что если я хорошо успею, смогу выучить французский, то следующим будет испанский язык. Потому что он очень похож на французский, и его будет выучить достаточно легко. Французский бы выучить нормально. И на русском бы нормально научиться говорить. Вот тогда бы вообще замечательно было. Не думал ли ты эмигрировать в другую страну или эмигрировать в другую область? Конечно, думал. Начну с вопроса про области, потому что это проще. Мне очень нравится мой город, Екатеринбург, в котором я живу. Но мне не совсем нравится здесь, скажем так, климат. Обычно у нас зима длится минимум 5 месяцев в году. Что означает, что эти 5 месяцев я не могу гулять по лесу, где есть какие-то большие красивые фотосессии. Возможно, я бы хотел переехать в место чуть-чуть более теплое, где зима была бы 3 месяца. Зима 3 месяца, весна 3 месяца, лет 3 месяца, осень 3 месяца. Я люблю все сезоны, но когда какой-то один затягивается слишком надолго, это скучно. Мне немножечко грустно. Но я не уверен, что ради климата я бы хотел покинуть город, где у меня есть все друзья, моя семья сейчас. А насчет эмиграции в какую-то другую страну. Зачем я каждый раз делал вот это что-то руками? Я считаю, что перед тем, как эмигрировать в какую-то страну, нужно туда съездить и посмотреть, как оно там все. Прикольно, не прикольно. Может быть, только картинка красивая. Я был только в России и в Турции. Больше меня не было нигде. В Турции я бы не хотел эмигрировать, а больше я ничего не видел. Но я бы хотел попрактиковать английский в англоязычной среде. Участвовал в фестиваль косплеях? Нет. Но я был на косплей... Хотя не знаю, можно ли это назвать косплеем? То есть я ходил на фотопленеры, где ребята приходили в, допустим, тематических костюмах. Допустим, ведьмы какие-то, привидения, ангелы. Вот это да. Вот в такие вещи я ходил. Смотришь канал Степастер? Да. Все его смотрят. Я сейчас листаю свои комментарии, и я вижу, как часто вы на самом деле просите разные косплеи. Очень просите косплей из ФНАФа и Бенди. Могу сказать, что оба они будут. Ой, здесь меня спрашивают о том, зачем я подстриг волосы и зачем я их красил. Образ, моя прическа и так далее, они были нужны для персонажа в лагере, где я работал. Но и на самом деле, мне просто нравится, как это выглядит. Не хочу ходить вот так раздельно. Сделал волосы вот так вот. И у меня волосы белые. О, это аватарка для видео. У Степастера волосы встали дыбом, когда он видел вопросы. Не хочу белое. Делаем темные. Тебе понравились мои вопросы? Да. В общем-то, мне кажется, самое главное, что я понял из этих вопросов, это то, что, а сейчас все в жизни-то и хорошо. Потому что, получается, что? Планы на жизнь есть. Способности есть. То есть, по сути, нужно просто развиваться и при этом не торопиться. Это я такой интересный вывод сейчас сделал. Делайте то, что вам нравится, даже если вам кажется, что у вас не получается. С практикой все получится. Но на этом у меня сегодня все. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Оставайтесь с собой, оставайтесь со мной. Всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok